Что такое снюс, которым травятся подростки и как понять, что ребенок его употребляет? У школьников появилось новое опасное увлечение. 15 ноября в больницу Заринска поступил 13-летний подросток, у которого на уроке остановилось дыхание. Оказалось, мальчик употреблял снюс, бездымный табак, который в разы опаснее сигарет. Этот продукт сегодня очень популярен среди подростков по всей стране, а родители бьют тревогу, из-за того, что запрещенный для детей препарат спокойно распространяется среди школьников. Чем опасен снюс, как он влияет на организм и как понять, что ваш ребенок его употребляет, мы постараемся в этом разобраться. Что такое снюс и чем отличается от сигареты? Снюс – это вид бездымного табака. Делают его из увлажненного измельченного табака, который обработан раствором соли и соды и упакован в пакетики. Но сегодня в магазинах снюс продают в виде конфет и леденцов. Его не курят, а долго рассасывают. Считается, что так никотин гораздо быстрее попадает в кровь и клетки головного мозга. Таким образом, поступающие дозы никотина в организм в разы выше, чем в сигарете. Соответственно, при употреблении человек получает токсический удар по жизненно важным органам, рассказала врач детско-наркологического диспансера. Чем снюс опасен для детей? Употребление снюса вызывает отравление у ребенка и может привести к летальному исходу. Организм подростка растет, формируется. Важно, чтобы в это время шло правильное психофизиологическое развитие. Это видео за несколько дней облетело всю Россию. На нем школьник из Новосибирска. Его угостили никотиновой конфеткой. Ребенок еле стоит на ногах и не реагирует на обращение. Известно, что мальчика экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него отравление жевательным табаком. А вмешательство жевательного табака может все это нарушить, вызвать аллергические реакции, отравление, привести к зависимости. Более того, может пострадать репродуктивная система. Так, например, у девочек от употребления никотина яйцеклетка может погибнуть или деформироваться. То есть в дальнейшем возрастает риск развития бесплодия или рождения ребенка с отклонениями. Также из-за употребления снюса может остановиться рост ребенка, ухудшится его память и когнитивные процессы, повысится агрессивность. При этом снюс в виде мармеладок еще опаснее. Если сосательный снюс дети могут быстро выплюнуть, потому что он вызывает неприятные ощущения во рту, и тем самым избежать серьезного воздействия на организм, то с жевательным все сложнее. Он выглядит как мармелад или цукаты, может иметь фруктовый вкус, следовательно, его употребление длится гораздо дольше, а сама конфета может попасть в желудок и привести к серьезным последствиям. Важно то, что в отличие от сигарет снюс вызывает зависимость в короткие сроки, а избавиться от нее непросто. Снюс опасен только для детей или для взрослых тоже? Не только для детей, но и для взрослых он тоже опасен. Согласно данным Роспотребнадзора, снюс содержит более 30 химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом. Они вызывают мутации и провоцируют развитие рака. Специалисты Центра гигиенического образования населения отмечают, что употребление снюса может привести к развитию рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких. А также вызывает разрушение зубов, парадонтоз, тахикардию и запах изо рта. Как определить, что ребенок употребляет снюс? К сожалению, это непросто. В отличие от сигарет, снюс не оставляет запаха. Более того, в бездымный табак добавляют ароматизаторы, поэтому можно подумать, что ребенок держит во рту леденец. В первую очередь родители могут заметить изменения в поведении ребенка. Из-за употребления препарата, содержащего никотин, может появиться повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, может нарушиться сон и аппетит. Также это может отразиться на снижении успеваемости в школе, ребенок теряет интерес к учебе, перестает ходить на секции. Конечно, все эти признаки у подростка могут быть и по другим причинам. Поэтому доказательством употребления может быть найденный в вещах пакетик или странные конфеты. При длительном употреблении снюса появляются видимые признаки, желтые зубы и ужасный запах изо рта. К тому же ребенок может жаловаться на головную боль, тошноту и головокружение. Неужели снюс так просто купить? К сожалению, да, это просто. В 2015 году в России ввели запрет на продажу сосательного табака. Однако это не помогло, снюс стали продавать под видом жевательного табака, ограничений на него нет, либо указывают на банках, что смесь не содержит табака, а состоит из растительных волокон, пропитанных никотином. Поэтому этот товар свободно продают в магазинах, которые есть даже рядом со многими школами. Молодежь хихикает, а взрослые разводят руками. Ничего не знаем. Или сбегают от камеры и неудобных вопросов. Действительно, мы опять отстали от этой жизни. Пока мы вкалываем на работе, чтобы прокормить семью, наших детей травят. Жестоко, цинично, целенаправленно. Этих двух школьников в 10 и 13 лет врачи едва вытащили с того света. Такими, с непрекращающейся рвотой и невозможностью связать и двух слов, их нашел в сугробе житель Железногорска. Передал врачам. Спасли. А этому мальчишке всего семь. Неведомой смесью юного москвича угостил друг. Они сказали выплюнуть, я выплюну. Потом у меня загружилась голова, я пошел на площадку обратно. Сел, потом упал. И потом столпился народ, начали мне давать воды. На Алтае ученика лицея с остановкой дыхания увезли в больницу прямо с урока. Диагноз у всех один. Острое никотиновое отравление. Виной тому вещество под названием снюс. Мой ребенок употребляет снюс. Что мне делать? В первую очередь попытайтесь спокойно поговорить и узнать, что хочет доказать ребенок таким поведением. Постарайтесь объяснить, чем это опасно и как это отразится на органах или внешности. Также можно обратиться за консультацией в наркологический диспансер, где с ребенком поработают врачи и психологи. Как это регулируется и контролируется? Практически никак не регулируется. Снюс не является табачным изделием и под действие законов о них не попадает. Следовательно, производители по своему желанию могут писать на баночке 18+, а могут и не писать. Остается рассчитывать на скорое законодательное разрешение данной проблемы и более решительные действия со стороны ведомств, отвечающих за регулирование табачно-никотиновой отрасли и здоровье граждан. Продолжение следует...